ладно идем дальше значит смотрите что такое кто-то из нас уже это все имеет и сады прекрасная есть я призываю заняться чем что-то такое знаете как хочется чего-нибудь такого вот такое у меня один из случаев был такой я его по хотел показать и рассказать на московской конференции на той самой злосчастной у него же там эта кнопка была под этим отключать микрофон я тогда думал попроще микрофон ломается только а потом ваше время стекло а я перед этим вот эти вот это нечто разместил там была хозяйка вы привезли привезли кладите дает вот такой красивый вазу я раз туда вот этих абрикосов вот этих вот что это я сейчас не знаю объясняю просто как пример куда нам надо стремиться вот есть одно направление срекционной клонировали там мы не меняем генетику но давайте немножко изменим стоит база вот с такими вот рядом стоит ваза да не написано железов хакасия вот нет железа христианский край рядом глаза байкалова этот самый абрикосы название не помню и значит этот самый хакасия все больше никто не привезли потому что не лень было или это не сезон сезон через все вещи привезли никого ничего не было не было и а я стою вы представляете я стою думаю сейчас подойдет ах это самое вот сейчас я вам специально расскажу анекдот а сегодня праздничный день сейчас поймете вот это вот ах ю хотите анекдот вот правда есть другой тех или это но впечатления такие же смотрите заходит мужик в автобус значит автобус полный людей еду спокойно вдруг он хватается за голову и это самое и громко так навесил ах ю твою мать автобус замер хамство какое да ну тихо через минуту мужик ах ю мать ну тут уже автобус зашумел гражданин прекратите остановитесь вот что вы это самое тут дети минуту молчал ах ю твою мать ну тут уже самые здоровые мужики закатали рукава ну сейчас мы тебя из автобуса вышивали и к нему а он опять ах ю твою мать жена семерых родила весь автобус дружно ах ю твою мать уже так по-русски говорю надеюсь вы поняли смысл анекдота вот могучий русский язык и вот здесь я стоял возле своей базы и думал сейчас подойдет какой профессор там академиков было пять штук профессоров было на раз полсотни ну там представляли этот президент представляет вот вот и скажет ах ю никому ни одного вопроса ничего вообще не существует вот этого а вы спросите теперь вам то надеюсь интересно вы же не академики это они все повидали выступал он академик и руководитель того самого в городе город помню крымск крымск это это юг это это кубань это юг и там есть институт он его руководитель академик настоящий он нам показывал красоту такую же но все слайды были сделаны внимание в испании он рассказал как испанцы волосы его все хлопали рядом стояли вот эти вот сидел в зале я не хуже испанцев по результатам труда нет а конечно хуже я ж металлург какой-то бывший вот но это вы понимаете и вот там зал хлопал ах ю какие испанцы молодцы показывал персики абрикосы вот это и была конференция а все остальное в конференция конференция вот только никто не слушал потому что это никому не интересно было какой состав почвы в конкретном регионе вот конкретный регион да а у нас здесь почва такая здесь так а здесь паш такой так люди что за этим приехали им-то какое до этого дело и вот получилось следующее у меня было я это привозил с украины это была первая попытка да вот тот самый петр великий куда привить некуда а у меня по двое уже не было так совпало в общем я привил на королевский привитый на маньчжурцы а потом уже задним числом я подумал а королевский это ведь я потом потом я нашел справочники тогда не было в википедии ничего не было вот я нашел в официальном справочнике название абрикос королевский франция в скобках значит родители значит и причем один родитель заметьте и написано было сеянец абрикоса персиковые в скобках франциями то есть королевский которые сейчас я украшает и мой сайт мой сад один из ведущих абрикосов да необыкновенной красоты вкуса до 100 грамм весом сто раз вам показывал а на нем работ этот который из украины привез получил что а хрен его знает и так и так ходил вокруг них вот этих вот и ближайшую зиму он у меня погиб не оставил не среда уже в то время ведь меня позвали на конференцию москву не я сам официально позвали пообещали даже без проверки с докладом дать выступить ну кончилось подлони со всех стороны правильно нихрена это критиковать вот кто тебе дал право результаты не дают права только погоны дают право не может лейтенант генерал критиковать сразу попадет куда вот так и у меня получилось я лейтенант и так дальше вот такой возможности теряна надо этим заниматься это третий этаж понимаете да я сейчас опять нарезал черенков опять и не погребе опять я буду проивать третьим этажом у меня начало получаться с венгерками на абрикосах вот первый свихнулся чернобаев мне пришлось учиться у чернобаева вот а я не стесняюсь